всем здравствуйте дорогие садоводы овощеводы цветоводы и так далее вы на канале в гостях у елены и сегодня первое видео я хочу снять в плейлист рассада 2024 и начну с обзора семян все любят такие видео все их очень ждут всегда да покажу что я купила все покупки были мы с любочкой с моей подружкой решили встретиться целый день посвятить себе и мы съездили как всегда с ней очень мы любим твой дом там выбор семян хороший и в обе хотели в леруа но не хватило времени уже потому что мы посидели в кафешке мы с ней пообщались в общем одним словом вот такой день был посвященный друг дружки и общение о посевах что будем когда чего так всех приглашаю в гости кому интересно это видео всех добрых людей всех увлеченных садоводов и хочу сделать объявление с марта месяца у меня будет акции эти набор семян каких я сейчас вам покажу вот такая коробочка золотая так здесь у меня нет еще упакованных будет жаворонок красный и вернее набор из перцев жаворонок леся красный маркони черный и грузинский нос еще 4 еще 4 сладких перца и так в этот набор входит македонский гравированный это острые перцы сейчас я сахарная лихорадка бразильская тыква аджи и хабанера мэй вот это 4 сверхострых перца которые я вам уже показывала видео все эти сорта есть у меня в магазине и вконтакте в каталоге значит дальше высокорослый близкий нос будет затем низкорослые которые росли у меня прошлом году и кстати это можно на улице сеять это сливка бендрика весенние копель уникальный кульчицкого яйца агронома вот такие будут сорта дальше гномы будет он будут у нас улу охра бабл гам и совершенная гармония вот они и еще будет 4 сладких перца я уже их назвала если вы желаете я могу собрать для вас в этот набор другие сорта вы просто напишите зайдите в каталог там есть у меня низкорослый высокорослые и так далее можете выбрать и я соберу вам по вашему вкусу он будет стоить столько же новинки какие будут новинки я вам они без картинки смотрите новинки и без картинки я сама сфотографирую ну примерно кто хотел ириванский перец меня очень много просили армения классный перец длиннючий такой будет классный это из острых перцев в зеленом виде его можно будет квасить значит и сладкий громозека буф будет у меня так на память агаповский будет шикарный корней из желтых рыжий хвост желтый букет потом замечательный перец будет изюминка очень вкусный желтых дальше какой будет буйвол золотой значит батяня из красный будет буян бабушкин секрет ну в общем вот такие новинки возможно еще какие-то там я их наизусть не помню вот сколько запомнил столько вам сказала из томата в основном я буду повторять свою коллекцию потому что их в этом году как никогда у меня раскупают поэтому я буду повторять вот допустим в прошлом году который я посеяла я оставляю специально что у меня места нет почему я это делаю оставляю специально пакет для того чтобы были продажей на следующий год и как бы пишу что уже нету некоторых потому что не получится у меня все посеять у меня небольшая небольшой огород поэтому в общем буду говорить вам потом значит из новинок у меня будут очень красивые томаты и вкусные вот для улиц 60 70 сантиметров это будет дон жуан он биколор очень красивый розовый с желтыми полосочками затем будет у меня пальчики оближе оближешь а 240 грамм такой оранжевый длинный томатик будет очень классный томат у меня 300 грамм по моему фиорентина да потом брутус будет 500 грамм шикарный томат огромными ты мясистые значит зеленая сосулька будет тоже биколор там они идут желтые желто-салатовые с зелеными полосками ну в общем дорогие друзья нет картинок просто вот как то так уже вы увидите картинки в моем саду огороде и так чтобы не длилось видео долго я не буду останавливаться как раньше останавливалась вам еще объясняла рассказывала как лучше ничего но многие сетуют о том что длинное видео и так вот я так расположила камеру так лучше для меня и и я посмотрела вам тоже неплохо видно значит лабелия плетистая сапфир я буду сеять так решила в этом году посеять гвоздику турецкую потому что я сеяла ее у мамы несколько сортов несколько вида вы видели она до сих пор их радует и везде где она была она сеялась только поправляем и все растет прекрасно хочу посеять у себя пусть у меня везде раз растается я ее очень люблю и я заметила что очень любит ее на рынке значит гвоздика турецкая это лара вот смотрите княжна вот какой красивый цвет ясмин это от поиск я не буду говорить что в каком магазине в общем покажу половина там половина там была куплена значит фиолетовая гора очень красивая у мамы посажена она посеяна и вот этот сорт очень красиво смотрится в огороде многие говорят что черные с оттенком черного или темно-черным бордового цвета не очень любят я же обожаю вот этот темнее даже в огороде и даже солнце не дает чтобы обжигалась и высвечивался цвет это не негреканс а точно такая же негритенок так хочу спросить у вас почему же так все меняется я не знаю почему меняет название потому что негреканс это негритенок вот копья такая гвоздика ну если кто не знает то почитаю вам так высота 50 сантиметров темно-бордовые цветы собраны в плотные шаровидные шапка видны и соцветия вот концу первого года выращивания образуется розетка прикорневых листьев на следующий год растения цветут с конца июня в течение месяца но я спасею их позже рано не поздно а рано так дальше идет у меня алая красавица и так меня на гвоздику вдохновила что ребятушки я хочу вот такую гвоздику очень очень красивая вещь всем советую вот такая это гвоздика бородатая турецкая великолепно она очень красиво букетах и очень нежный аромат вот 20 25 сантиметров расстояние между растениями посадите будут смотреться очень очень красиво а высота до 130 сантиметров вот такой цвет у меня значит вот такой цвет есть ранее цветение есть очень ранее цветение у некоторых вот смотрите какие красивые да прелесть sweet white смотрите какая красота sweet purple смотрите прелесть прелестная sweet neon purple вообще красота букета вот так сделать красавица sweet purple white bicolor смотрите вот такие будут у меня красивые на заднем плане очень хочу в забор сделать вот такую прелесть это в одно место подсажу эти другие учетом того чтобы они у меня потом самосевом потому что у меня а очень много цветников они замульчированы щепой так дальше это гвоздичка так немножко отвлеклась значит вот такой вот шикарный сорт clear crystals lavender shades ой язык сломаешь вот красавчик дальше с цветочками все мои дорогие теперь я начну с овощей дайкона два самурая будет красоваться в этом году у меня значит капуста браколи значит для раннего потребления раннеспелый вот резонанс f1 я ее уже сеяла очень нравится это ранний сорт средний среднего роста среднего размера классные вкусовые качества замечательные так дорогие друзья я сейчас убираю капусту цветную браколи смотрите какие классные вилки видите это такая необычная капуста цветная я не помню сорт как называется тяжелая такая вот два огромных я срезала плюс пока один срезала браколи смотрите какой огромный поднять даже друзья не могу огромнейший срезать надо потому что зацветает вот сегодня у меня будет работа так ну что ж я срезала вилок капусты посмотрите это желтый вид красавный такой и срезала еще вот эти кочаны это такой браколи браколи такой такой знаете желто нет не желто лаймовый такой зеленоватый салатовый цвет очень вкусная капуста всеми и советую я вырастил много в этом году я вам показывала в общем разноцветную разную капусту и сейчас вот мы с вами так сейчас я надо мне суметь так и вот перед вами мои друзья два килограмма 114 грамм вот такой вот цветной капусты действительно цветная кто-то писал что желтое когда я показывала семена пакет не выращивает потому что ну как бы сказали не получается непонятно что у меня вот а первый у меня был 2 2 килограмма 700 слишком к 800 грамм вот это ранний сорт мы срезали я дочкам готовила в казане во фритюре масле жарила в кляре очень вкусно было очень вкусно было дальше капуста тоже кстати интересно калибас а здесь матильда ну вот но я не знаю сейчас я вам покажу вот она я не знаю какая между ними разница а вот эту серию выпустили видимо специально называют чтобы люди забирали и набирали но это одно и то же в прошлом году я тоже брала и оказалось одно и то же просто я взяла в одном месте думала другом не будет наш калибас редкий случай бывает все знаете эту капусту хрустящая вкусная до невозможности салаты даже потушить и классная капуста для раннего употребления изящная вот такая конусообразная да вот я сажаю в прошлом году очень пожалела что посадила мало у меня по моим был 3 вилка моментально ушла кстати очень долго стоит и не трескается что одна что другая не знаю как получилось на и набрала эту капусту и получилось что это прилипло как говорится бруссельская но я ее не сею меня ее никто не любит не знаю может поставить может один кусик каждый раз хочу посадить но занимает у меня кстати очень мало места уже у меня все в основном раскидано кто где будет жить до из растюшек и у меня по всему огороду все места уже расставлены и согласно купленным билетом и очень мало есть для других пришельцев мой сам обычно часто каждый год что-то прибавлялась на сейчас уже все все под зарез значит шпинат редкий те хочу попробовать смотрите двухцветный классный и журналист на мой любимый как всегда вот посею это на ранее до потребления вот так вот буду вам и смотрите искала купить еще красный не знаю по моему нет его здесь мангольд итальянский вот такой мангольд вы не поверите вот он будет низкий с толстыми такими видите сочными побегами борезе обязательно посею и вот такой мангольд лукулус 50 сантиметров он высотой не идет я не помню по моему этот 25 сантиметров невысокие что мне нужно было мангольд и оттушу в общем как лето так у меня всякие разные вкусности дорогие друзья летом для меня редкий случай когда нужно мясо когда он запекаю и зеленью а так в принципе овощи в моем огороде это мой рацион питания так дальше значит салат зеленый граф нежный хрустящий освежающий очень приятный на вкус вот такой очень очень похожий на тот который у меня есть я потом еще дома покажу вам я показываю сейчас закупку потом базилик овощной смотрите какой красавчик мы с любочкой купили вот такой вот красивый тоже итальянский наполитану и базилик вот шар у меня прошлом году вот такой вот это пурпурная был зеленый шар у меня еще дома не семена это очень красивая вам показывала и вкусно особенно они он низкорослый в теплице у подножья всяких своих овощей можете высадить а очень красиво смотрится бордюром значит в овощном огороде грядочка или через один или пурпурный либо зеленый очень красивое решение вот смотрите бостон очень сильно похож вот этот салат но небольшая наверное есть разница вот такой я уже брала великолепный салат качаный вот такой я уже покупала классный так значит базилик дальше вот такой вот салат вкусный брейк сочный долго не уходит в цвет я уже такого типа писал покупала сажала но постоянно они одинаковые в принципе когда уже вырастают а разница в названии почему-то каждый год появляется очень интересно почему это так делают наверное чтобы купить это маркетинге ход наверное так салат вишневая дымка и салат кармен у меня уже с прошлого года закончились все вот эти вот красивый яркий очень полезны для здоровья салаты и вот я их приобрела дальше у меня значит тыква мускатная шахеризада пополняю каждый раз в коллекцию на следующий год у меня будет коллекция в каталоге тыкв вот сегодня буквально сниму кусочек видео разрежу тыкву на дворе февраль это у меня там витек работает пылесос поэтому немножко шумит работает пока я работаю он тоже работает значит будет у меня коллекции то есть ее выпущу обязательно точно также горох овощной golden sweet шикарнейший да я уже имею на один классные которых я вам рассказывала и говорила будет обязательно коллекция еще тот и этот высокорослый и низкорослый очень вкусный вообще сладкий и можно использовать потушить в недозрелом виде да когда только маленькие маленькие горошинки вы знаете про это фасоль овощная пиковая дама раннеспелый а вот такая будет фасоль мелкая вкусная это низкорослый сорт вот а сам значит побед будет по-моему 30 до 30 сантиметров вот так что приобрела фасоль вьющийся тоже на веночку посмотрю как она проявится у меня в саду и вот тоже она у меня будет в каталоге тоже это не f1 это очень урожайный красивый сорт для получения зерна цветки бикалор и те и другие и бикалоровские цветки у меня на горошке тоже выполните его обалденный что-то в этом году нигде я не вижу этот сорт это тоже обе новинки вьющийся небоскреб до три с половиной высота а стручки получается 30 сантиметров значит вот этот нити здесь значит тоже до трех метров стручки 20 сантиметров вот такие будут дальше теперь будем идти с вами хочется новинки каждый раз и это нормально я думаю что и вам хочется дорогие зрители так едем с вами дальше значит баклажан валентина это голландские семена будут сеять я немножечко потому что артем у меня не любит очень много заготовок я уже не делаю и вот я чуть-чуть вот как обычно вот вы видели у меня в теплице с одной стороны с краю середины грядки один куст из другой и мне одной хватило и дети когда приезжали мы запекали нам хватило так теперь значит буду выращивать капуста колен новинки есть листья капусты кружевница вот такая новиночка посажу обязательно посажу раскидистая до 75 в горизонтальном да и 25 27 высота высота очень крупные смотрите листья дальше фитнес вкусно и полезно лидер здорового питания пожалуйста значит здесь у нас идет достигает высоты 50-65 сантиметров с таким вот красивым сизом налетом вот снизу как я вам показывал как я пользовалась ею да я уже сеяла да помните и кстати она у меня была многолетним два года подряд если не три сезона просто мы меняли грядку я выкопала и убрала а а так все зимует корень и потом дает урожай ли нижние листья я убирала по мере возможности убирайте их значит их можно тушить их можно квасить мариновать и можно салат потому что они грубеют и потом вы только для тушения можете оставить до чтобы вы тушили с овощами или с мясом но в принципе убираются нижние листья постепенно и остается такая вот длинная ножка и наверху появляется свеженькие нежные листочки если вы будете вот так вот ухаживать за кустом то у вас будет прекрасно все не будут у вас внизу слишком грубые оставаться и долго вот эти листья и портите куст и так далее и никто их кушать не будет они будут на возвышенности послушайте мой совет я это уже делала значит здесь цыганочка смотрите какая красоточка тоже будет очень полезно очень полезная капуста смотрите очень вкусно с яйцом я летом на быструю руку себе тушила и к ним добавляла спаржевую фасоль и горошек зеленый вот эта семейка заливалась потом яйцом вкуснятина а если вы туда еще добавите бекон чтобы он вас всегда был в холодильнике меня в пакетиках нарезанные морозилки один пакет достаю на один раз это очень вкусно быстрая еда и очень полезная значит капуста еще листовая ночи тосканы посмотрите какая красавица смотрите какая у меня будет палитра сбоку сбоку там участка найду кусочек места буквально мне хватит по одному и мне достаточно он очень большой урожай дает охватит на всю семью и даже поделиться через 75-85 дней но они есть ранний спелый сорт есть средний вот известной мире вот колен и здесь это они разные если вы заметите одни разные а вот я так усеяла обратите внимание вот эта смесь колен полезный микс сочный нежный хрустящие листья и бесспорный фаворит вкуса и декоративности вот именно их я до сажала очень красивые такие были очень вкусные и у них между ними есть разница если кто-то думает что нету она есть обязательно покажу ну естественно все что у меня растет в огороде вы летом видите вот такая капуста так дальше насчет дынек и арбузиков вот будет дыня люкс ультра ранее экстра сладкая вот такая у меня будет в этом году не буду сеять много ее потому что место 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 мало очень мало два вида посею арбузов и два вида дыни арбузики вот такие будут смотрите если есть шуга и красный то есть теперь шуга и лоу очень хороший сорт очень быстро и удачно получается на огороде и быстро спеет и для нашей средней полосы россии лидер вот хочу в этом году на улице на улице ребятушки и арбуз оранжевый медок посмотрите какая вкуснятина я прошлом году показывала как я разрезала и дыни и арбузы и мы кушали с детками когда они были в гостях это наши дыни вот смотрите когда я вам рассказывал что принцесса диана это супер дыня вот она мед и запах дайте скажи какой запах запах а это принц это елизавета принцесса смотрите в них разница здесь прям персиковый цвет здесь светлее но вкуснота неимоверная у всех день и еще у меня есть там снимать будем даст бог будет время обязательно покажу это вот одна дынька 2 а это значит арбуз желтый арбуз ребят у меня разные есть принц артур ну каких только нет и вам показывала вкусный очень не передать это был арбуз тоже раннеспелый смотрите берите обязательно раннеспелые сорта тогда вы будете с урожаем я живу на северо-западе подмосковье да поэтому у нас может быть и холодно и и все поэтому беру только ранние и сверх ранние ультра ранние вот так так дальше у нас идут огурчики 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 хочу начать вот с этой вкуснятины прошлом году не сеяла очень-очень сокрушалась с этим делом потому что девочки и мальчики это очень вкусный ранее на ранее употребление сочный сладкий его можно и мариновать я помните разрезала и мариновала в пакете до быстрые соленья и быстрой маринации прямо соленья в пакете и маринации заливала я один-два дня и все чем дальше стоит чем ну солонее делается очень вкусный не обязательно такой восточный экспресс у меня называется но их очень много сортов очень много это партенокарпический гибрид для закрытого и открытого и передов период значит от схода до плодоношения 45 50 дней растение очень мощная да вы понимаете и дальше вот он красавчик тоже хочу гладенький огурец веер почитала о нем во многих местах и решила это тоже раннеспелый тоже партенокарпик и 38-40 дней и узле формируется одновременно 3-4 более завязей это будет на раннее потребление дальше кураж конечно куда без него вот дальше санька f1 это мне любочка посоветовала ей кто-то советовал очень раннего тоже посея его без горечи вот его можно и маринование скороспелый ягуар об этом я читала вот буду пробовать смотрите ягуар и дальше мансур красавчик это глотка шорстый как говорится это ранний тоже партенокарпик 40-44 дня в летне-осеннем обороте можно и стеклянных пленочных и теплицах и везде вот смотрите так надо сказать вам значит плоды ты нас 14 в узле значит два три вот вот тоже буду пробовать это конечно конечно тесте green я уже сажала показывала вам очень люблю его бесконечно дает урожай в углу значит у теплицы где сладкие перцы в углу с другой стороны с левой стороны он у меня рос средний ранний он партенокарпический тоже вот для закрытого грунта он преимущественно женского типа цветения вот для закрытого грунта ну окрас вы видите без горечи очень мне понравился завязывал неплохо ну вот как то так дальше мои значит луки сейчас вам покажу вот и морковь помните он показывала брала и желтую и красную они очень сладкие все и шикарные урожай я вам показывала и урожай когда мыло когда выкапывала и мы ты чистый в пакеты и на хранение в подвал выпускала это негритянка значит сахарный пальчик я давно уже о нем вам говорю я сеяла в теплице на раннее потребление значит это вообще ультра скороспелая вы будете с морковой моркови можно сеять везде рядочек сзади прям по краю теплицы можно для раннего потребления это значит показал вам как я делаю дальше луки 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 сейчас будут лукоморье почему-то как-то странно они по-разному называется но это одно и то же вот такой репчатый лук он ранний маленькая круглая белая головка я вам показывала и перо и на перо очень хороший сорт просто очень советую вам показывать его всегда будете с луком ранним и решила вот такой лук на перо стрелы самурая ранние витаминная зелень тоже подсею вот такой вот очень классный вкусный лук батон зеленая поляна раннеспенный сорт будет на следующий год для получения красивой и вкусной зелени ранний многолетник но если вы посеете нас на рассаду в этом году то у вас будет в этом году и тот и другой наконец-то я нашла ялтинский красный белый потому что везде есть вот он я его выращиваю и у меня еще осталось я вам показывала как-то каком-то видео уже конечно нету одна луковица все уже закончился он долго не хранится но почему-то неплохо сохранился в году но у меня еще есть в коробке лук надо значит в деревне под столом и я переживаю за него как он там сохранится или нет но там прохладно у нас всем градусам думаю что будет классно у нас отопление оставлено на 7 градусов чтобы не разморозить дом у нас теплый зимний дом поэтому у нас горит отопление в эти выходные хотели поехать на неделе не было работы работа появилась у артема на эти два дня поэтому снова не поедем вот почему тогда когда я жила в деревне артем здесь почему выходные он не приезжал потому что и так видите все быстро вам говорю а потому что время деньги вы ругаетесь многие ругаются а многие любят длинные видео видят любят болталки так кабачок конечно же колобочек мой вы знаете о нем повторяю всегда его очень люблю его фаршировать и показывала даже рецепты в домашний блога кто меня смотрит и также как сейчас идут видео о том что ну идет видео влог там идет рецепт один или два да это же что-то я показываю еще вот такие видео будут и летом то есть рецепт и сад огород или там домашнее что-то многим понравилось и мне приятно я очень рада так высокоурожайный идеальный посмотрите для фарширования тоже камели f1 вы знаете к вели и камели я не увидела разницы дают урожай одинаково и очень даже хорошо и вот этот для раннего потребления ранее плодоношение и стрессоустойчивый в прошлом году я посадила один куст замечательный просто шикарный один кустик у меня только был и очень-очень давал хороший урожай я очень рада я очень мало кто со мной этот видео посеял в прошлом году кабачков и нам хватило так дальше свекла столовая бона и и уже не один год я сажаю мне очень нравится чистенькая ровненькая без вот этих ярких сильных белых колец нежно-розовый темно-бордовая такая шикарная просто бона я очень советую так ну что ж дорогие друзья все все закончила я кому нужен этот набор пишите в контакты здесь не пишите я в одном месте обслуживаю до в контакты и в своем магазине в магазине этого набора не будет так что я вам показывают для своих чисто вот ваш вас своих зрителей я делаю такую акцию она будет в контактах если у кого-то нет контакты то можете в одноклассниках ссылка обязательно будет в описании под видео всегда на моей соцсети что ж мои дорогие друзья желаю вам хорош хороший выбор чтобы выбрали чтобы все было то что вы пожелаете да в магазинах потому что часто бывает что что сели в прошлом году в этом году нету а чтобы были удачные посевы ребятушки на следующей неделе мы будем деревне буду уже собирать стеллажи потому что сегодня у нас 20 февраля и осталось как раз как раз первые посевы у меня будут и я начну посевы обязательно с острых перцев вот следующее видео кусочек расскажу что я буду сеять в первую очередь не пропадайте нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о том что когда и буду сеять я буду сеять обязательно перед тем как нам ехать вот на следующей неделе к выходным будет закупка закупка земли и всего-всего что нужно мне и я обязательно это буду вам показывать так что стартует стартует все стартует числа не знаю получается если как быстро соберет артем попрошу первые вот эти низко низкие у меня из светофора стеллажи беленькие такие чтобы их первых собрать потому что у меня роддом там будет для возрождения семечка росточка из семечек и первые я буду там сеять какого числа и сейчас не буду говорить чтобы потом получилось что я сказала так хотя я говорю всегда наверно может быть посмотрим как получится нельзя сразу сказать что именно четко вот у меня все двадцатого будет вас установлены но до конца февраля постараюсь как-нибудь все это уладить и будут посева не торопитесь сей друзья мои не торопитесь потому что в прошлом году какая весна была и мы замучились носиться с растениями они уже перерастают не знаешь куда их деть даже если вы чуть позже посеете посадим в грунт они знаете как стартанут а переросток он будет болеть когда высадите и он у вас еще и будет укореняться долго а вот эти молодые растения которые не перерощены они быстрее пойдут в грунт россии корни пустят я все расскажу опять вам как что и почему не надо торопиться вообще в принципе посева вот с первых числах марта если начнете потихонечку начиная с высокорослых из со сладких перцев с острых вот так у вас будет не надо торопиться 70 70 дневная рассада это те то который в теплицу которые на улицу 50 дней плюс минус добавляете на всхожесть и все вперед никаких проблем не надо тревожиться и переживать что не успеете а вот посеете рано будете потом мучиться я лично уже не хочу и даже сверх острыми перцами я посеял их прошлом году рано у меня были посевы и знаете я хочу сказать что я намучилась из-за плохой погоды и в итоге и в итоге некоторые у меня были подмерзные макушки но это мало острых перцев и все равно в итоге я получила шикарный урожай но все равно видите все равно все получите я имею ввиду даже те которые были на улице у меня острый перец даже на улице поспел но смотрите зима очень холодная в этом году снежная возможно что и весна будет хорошая пораньше и лето будет теплым в общем будем ждать что подарит нам погода и как скажет господь так и будет все мои дорогие на этом крепко вас обнимаю спасибо вам мои дорогие зрители что вы со мной спасибо что смотрите отдельное спасибо тем кто смотрит дзен просматривать видео до конца опять-таки его если вам там неудобно не обязательно смотреть до конца вы просто прокрутите его фоном до конца а смотрите здесь на ю тубе я не спорю не против что вам дзен неудобен но для поддержки своего любимого блогера я думаю что это можно сделать я для вас стараюсь вы для для меня так что спасибо отдельным зрителям которые пишут еще и плюс спасибо огромное тем кто отчитывается что я вот три раза в контакты пишет спасибо вам девочки я два раза прокрутила спасибо вам огромнейшие все кто получает семена не эти другие обязательно кладу всем подарки подарки обязательно из каталога не то что мне не надо иногда даже бывает практически всем вот пишите кто получил я писала выбирайте сами по два сорта острого перца или по одному сладкого и томатов который вам нравится который вы еще хотели до заказать в каталоге магазине и я вам его положу с удовольствием это делаю девочки всем подарки кто сейчас получит там небольшой к восьмому марту там небольшой сюрпризик будет каждому поэтому все всем пока до новых встреч до нового видео вы как всегда были на канале в гостях у елена и в первом выпуске рассада 2024